Добрый вечер! 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 события. Естественно, что масса концертов, из них, скажем, симфонический форум или бахфест, оно все в наших абонементах. То есть, покупая абонемент, вы в гуще событий филармонической и фестивальной жизни. Помимо этого, в абонементе А, по многочисленным заявкам вновь приглашаем и с удовольствием едет Владимир Спиваков и камерная оркестр Виртуоза Москвы. Программы вы пока не увидите, мы ее обсуждаем, чтобы она была серьезная, филармоническая, а не просто такой популярный налет для тилетантов. Сергей Крылов в этом абонементе. И впервые, обратите внимание, в высшую лигу мы поставили произведение, то есть, под этой маркой не только исполнители, не только коллективы, мы поставили ораторию Иозефа Гайдена «Сотворение мира», которая никогда целиком не звучала в Екатеринбурге за всю историю. Поэтому мы говорим таким образом, что наши коллективы – это высшая лига современного отечественного исполнительского искусства. Симфонический хор филармонии, Уральский филармонический оркестр способны и готовы поднимать такие масштабные полотна. Поэтому «Сотворение мира» попало в высшую лигу. Абонемент «Б» в букве, имя и фамилия Бориса Березовского. Недаром, обратите внимание, в этом сезоне практически у каждого абонемента появился под заголовок «Борис Березовский «Грани таланта». С оркестром мы его слышали, соло слышали, а вот в стране, только в Москве, слышали Бориса Березовского с оркестром без дирижера. Поэтому сразу три серьезных концерта Моцарт, Стравинский и Брамс пойдут без дирижера. Борис Березовский за фортепиано – это огромный экзамен для оркестра. Это было всего один раз в Москве. И один из концертов этого абонемента – фольклорные коллективы, потому что Борис считает все истоки классического искусства, все в народной музыке, все в фольклоре. Поэтому приглашаем фольклорные коллективы со всей России. И Боря выходит на сцену и играет Петрушку Стравинского, этюды картины Рахманинова. Вся наша колокольность, вся широта русской души в этой музыке. И лауреаты конкурса Чайковского – первые имена на любой мировой сцене. Николай Луганский, Даниил Трифонов, Дмитрий Маслеев, Александр Гиндин. Абонемент В – настоящая пианистическая высшая лига. Среди звездных абонементов – вот тут говорим о серьезном. Абонемент номер два – «Титаны». Заметили, раньше были детские – первый, второй, пятый. Сейчас мы определяем главный приоритет с первых номеров – симфонические программы Большого оркестра. Итак, абонемент «Титаны» называется потому, что мы поставили имена композиторов. Вот мы говорим, наш зал должен войти и входит в когорту мировых, лучших мировых концертных залов. Потому что у нас есть публика, которая достойно, из года в год нас поддерживает, слушать серьезные симфонические программы. Поэтому ни один концертный сезон, ни одного зала мира не должен обойтись без музыки Малера, Брукнера, согласитесь, не самые часто исполняемые композиторы и Дмитрия Шостаковича. Поэтому первая симфония Малера, четвертая Брукнера романтическая, которая очень редко звучит, и огромная одиннадцатая Шостаковича. Абонемент номер три – «Маэстро». Уровень Уральского филармонического оркестра последнего десятилетия особенно говорит о том, что к нам стали не просто приезжать, а проситься замечательные дирижеры, чтобы встать за пульт нашего оркестра. Поэтому мы впервые за долгие годы выделили отдельный абонемент, назвав его условно приглашенный «Маэстро» за пультом «УАФО», то есть «Маэстро». И здесь представляем вам действительно имена, которые в истории отечественного и мирового искусства. Уникальный, эксклюзивный дирижер из Финляндии Лейв Сегерстам с программой Рихарда Штрауса и Сибелиуса. Я вам хочу сказать, что это очень колоритный персонаж. Он имеет музыкальную премию Северного совета, как неутомимый пропагандист скандинавской музыки, и имеет медаль Яна Сибелиуса. Тем интереснее послушать трактовку Второй симфонии Сибелиуса именно в исполнении этого музыканта. Это будет открытие симфонического форума. Помимо этого, Александр Ведерников, это Андрей Петренко с Кармины Буран и Орфа, и это молодой Валентин Урюпин. Вот Валентину Урюпина надо успевать слушать. Разведка донесла, что его переманивают на Запад. Он в 2017 году у нас победил на конкурсе имени сэра Георга Шолти. Один из самых престижных дирижерских конкурсов. За ним сейчас охотится ряд немецких оркестров. Вот такой интересный абонемент. Значит, пару слов об абонементе Браво Опера. Номер его 15. Мы оперу... В этом году одно построение абонемента. Кто приходит, да? Вероника Джиоева, Юлия Маточкина и Дмитрий Корчак будет последний концерт. То есть он построен на звездах. На следующий год мы решили его тоже немножко изменить. Опять же, слыша ваши пожелания, вот мы к ним прислушиваемся и сделали так. Акцент на имени композитора, то есть первый концерт это Гала Верди с солистами Мариинского театра. Затем акцент на фигуре дирижера и певца. Наш любимый с вами Фабио Мастранжело после долгого перерыва. И замечательная Олеся Петрова, которая когда-то приезжала в абонементе Санкт-Петербургского дома музыки, поколения Nex, сейчас она поет на оперных сценах Нью-Йорка, живет постоянно в Америке. Вот это будет замечательный предновогодний концерт, там 19 или 20 декабря, по-моему. И третий концерт, это акцент на определенном оперном произведении. Опять же, по многочисленным заявкам, концертное исполнение оперы. Это будет Иоланта с нашим оркестром, хором под управлением Андрея Петренко, ведущие солисты Мариинского и Большого театра. То есть, видите, браво, опера, название осталось, но сам абонемент сформирован немножко иначе. И, наконец, с чего, может, надо было начать. Вот номер один, это всегда начало. Всегда главное, мы номинуем вот этой цифрой. Один. Так вот, первый абонемент, он для нас и есть главный. Абонемент главного дирижера филармонического оркестра, Дмитрия Лиса. Причем, как всегда, Дмитрий Ильич, редкие, редко звучащие сочинения. Любимые его солисты Константин Лившиц представит второй фортепианный концерт Бартака. Михаил Лицкий сыграет пятый концерт Прокофьева. Тоже скажите, мы ничего не имеем против концерта Чайковского, концертов Рахманинова, но есть огромный пласт литературы, фортепианной, оркестровой, который мы хотели бы именно в этом сезоне открыть перед нашей публикой. Он делает интересные противопоставления. Ромео Джульетты Чайковской в этой же программе Ромео Джульетта Прокофьева. Как тема через столетия перекликается. И сюда же концерт Прокофьева и Моцарта. То есть, каждая программа это такая же мчужина, которая выстроена нашим главным дирижером, а начнется абонемент с его выступления на закрытии симфонического форума. Огромные полотна Петра Ильича Чайковского, симфония Манфред, которую мы играем на гастролях часто, на престижных фестивалях. И любимая оркестром и редко исполняемая даже в мире третья Сюита Петра Ильича Чайковского. Больше знают Моцартиану четвертую. Третья это удивительная музыка, которой достойна наша публика. Моцартиану четвертую.